А мы сегодня поговорим с вами о труде. Вы, может, скажете, ну что за тема такая скучная? Опять про муравьёв слушать. Но на самом деле тема очень важная, потому что где мы проводим с вами большую часть своей жизни, когда не спим? На работе. И ещё важно это потому, что психологи говорят, что отношение к труду является одним из четырёх главных отношений в человеческой личности. Посмотрите, первое – это отношение к себе, второе – это отношение к тебе, как бы ты другой, третье – это отношение ко всем людям, ко всем они, и четвёртое – это отношение к труду. Вот из этого строится основная часть нашей личности. И поэтому давайте поговорим сегодня об этом, разберёмся, вот как мы относимся к труду. То есть это немаловажная часть нашей жизни и вообще нашего самоощущения. Изначально труд был задуман не как тяжкая повинность, он был задуман Богом, как вот свободный творческий созидающий акт, который приносит радость и удовлетворение. Если мы откроем Библию, мы увидим там в книге «Притч» такое место. Притчи вообще очень много говорят о труде. В восьмой главе, тридцатый стих, посмотрите, пожалуйста, говорит мудрость. Когда Бог творил землю, она говорит, тогда я была при нём художницей и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его всё время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. В современном переводе сказано «радость была моя о сынах человеческих». То есть Бог сам трудился как? В тяжком каком-то, да, с потом, в каких-то сомнениях весь. Нет, Он трудился вот так, с радостью, с весельем. Он создавал это всё, предвкушая результаты своего труда. Его мудрость, она уже радовалась о сынах человеческих, она уже радовалась вот о результате. И когда этот результат получился, он понравился Богу. Бог сказал «весьма хорошо», да, «я сделал, я трудился, я сделал, и всё получилось у меня очень хорошо». Если мы подумаем о том, что человек создан по образу и подобию Божьему, то, конечно же, в нас тоже должно быть заложено вот это стремление к активности, к саморазвитию, к совершенствованию, да, к самораскрытию, к творчеству. И вот эти состояния, да, состояния такого творческого подъёма, они знакомы всем тем, кто связан с трудом творческим. Скажем, поэты, музыканты, писатели, художники. Да, вот ты трудишься, и тебя вдруг как на крыльях поднимает, и ты вот предвкушаешь свой результат, и ты просто сам в процессе вот в этом уже переживаешь огромную радость. Но не только творческие профессии могут вот это переживать. На самом деле, если какой-то человек, который занимается землёй, вот он засеял, даже садовод или земледелец, он засеял свой огород или своё поле, и когда он приходит потом через какое-то время и видит вот это цветущее поле, он тоже может переживать восторг и упоение, которое связано вот с его трудой. Это я сделал, да, это вот я своими руками посадил вот эти замечательные растения, и я получу от них урожай, да, и буду кушать и радоваться, или продам, и тоже буду радоваться. Но вот не всегда у нас теперь труд связан с положительными эмоциями, правда? Урожай может помёрзнуть, его может съесть какая-нибудь вредная живность, он просто может, ну, не получиться. То же самое с нашими картинами и музыкой и всем прочим, да. То есть не всегда нас удовлетворяет результат, не всегда мы вообще можем его предсказать. Почему? И сам процесс труда, он, знаете, он стал тяжёлый. Почему? Да потому что условия изменились с тех самых давних пор, когда по всем нам известным причинам в бытие третьей главе Бог сказал, а теперь ты будешь со скорбью питаться от земли. То есть к этому вот творческому, свободному акту добавилась вот эта скорбь и пот. Плюс к тому мы на самом деле никогда не знаем, когда мы трудимся, что получится, а что не получится. И вот эти качества, да, они как-то сразу лишили привлекательности труд в наших глазах. То есть он стал связан со многими негативными вещами. И не секрет, что очень многие люди, они ненавидят свою работу. Вот все так тихо-тихо сразу стало, что тут многое, кто ненавидит свою работу. Но я не буду вас заставлять поднимать руку. Давайте лучше поговорим о том, а почему люди в наше время ненавидят свою работу. Есть несколько причин. Во-первых, неудовлетворение от работы. То есть отсутствие роста. Какое-то вот, может, ты занимаешься не той деятельностью, какую любишь, да, но ты неудовлетворен. Второе, это внутренний конфликт. Когда твои принципы, какие-то внутренние, расходятся с принципами компании. То есть ты все время, приходя на работу, испытываешь этот внутренний конфликт. Это для человека очень тяжело. Третье, это профессиональное выгорание. Это происходит чаще всего от постоянного стресса. То есть если твоя работа связана вот с таким прессингом постоянным, ты просто не найдешь в один прекрасный момент в себе силы дальше что-то делать, идеи какие-то генерировать и так далее. Ты просто вот как на самом деле сгоришь внутри. И тебе надо будет потом восстанавливаться. И есть даже такая причина – постотпускной синдром. Это когда человек в отпуске на воле провел месяц, а потом не может вообще видеть свое рабочее место. И очень нередко люди подают заявление об уходе именно после отпуска. Тогда почему, если бы это не была общая проблема, тогда не стоило бы о ней говорить. Но это достаточно распространенная проблема. И вот почему, интересно, люди, ненавидя свою работу, продолжают на ней работать. Ну, в конце концов, у каждого же есть, в общем-то, выбор. Вот почему они продолжают и мучаются? Первая причина – это нужда в деньгах. Все мы тут люди с вами. Я думаю, ангелов тут нет, кто на небе живет и ничего не кушает. Всем нужны деньги, особенно если у вас есть кредиты. Вы должны все это в железном порядке выплачивать. И выплачивать немало. И, вы знаете, я прочитала одну историю в интернете. Девушка одна пишет. 23 года ей, молодая совсем. Люди в интернете, они достаточно откровенно о себе рассказывают, потому что есть вот эта анонимность. И вот она пишет, что она ненавидит свою работу. Она работает репетитором, как бы учит детей, ну, вот к экзаменам подтягивает их. И она прямо честно и откровенно пишет, что образования у ней недостаточно для этого. Склонность вот к саморазвитию никакой. Она вообще не любит свою работу и детей, которых она учит. И она как бы все время обманывает, получается, родителей, с которыми она имеет дело. Вот смотрите ее цитата. Мне очень кажется, что это показательно. Мне нравится ничего не делать, но мне нужны деньги, чтобы тусоваться, пить пивко, ну, она неверующая, покупать себе карандаши для рисования и дешевые шмотки в H&M. И еще она пишет. Мне всегда плевать на учеников и их оценки. Я работаю исключительно ради косаря. То есть вот именно такие деньги она получает за один урок. Вы понимаете? Может, у ней художник внутри умирает. Она же, ну, карандаши-то хочет покупать. Что-то ей нравится. Но конкретно это вот дело она не выносит. И она ведь, понимаете, пишет мне... Она пишет, уроки мои скучные и отстойные. Так и пишет. Вот про себя, про свой труд. Но, говорит, я расстаюсь с учениками, просто, говорит, вот перестаю отвечать на звонки и все. То есть никакой ответственности, в общем, она не несет. Но, говорит, когда мне нужны деньги, я снова набираю учеников и все продолжается. Так вот, она пишет. Мне стыдно за то, что я вот делаю. Потому что я понимаю, я не готовлю никого реально. Иногда они даже сговариваются с учеником, чтобы она просто за него делала. Он там с контрольных звонит ей по телефону. Но она ему, ну, точнее, пишет в интернет, она ему присылает готовые ответы. То есть нет тут никаких реальной подготовки. И она пишет. Мне стыдно. Я вот свою работу, иначе как эмоциональным самоистязанием, назвать не могу. Вот жалко эту девушку. Потому что она молода, у нее еще столько возможностей перед ней. Ну, какие-то вот представления о жизни, о труде, о том же. То есть она не воспринимает труд как свою глубинную потребность. Вот то, о чем я говорила вначале. Бог заложил в человека вот эту потребность в труде, в росте. В росте, который происходит через труд. И так как она ее не осознает, то вот происходят вот эти мучения и в итоге саморазрушения. Есть еще причины, по которым человек не меняет свою ненавистную работу. Это нежелание менять ситуацию. Не хочется. А вдруг будет хуже. Неуверенность в себе. Отсутствие целей. Недостаток знаний. И боязнь психологического дискомфорта. По этим всем причинам вы можете сидеть на работе, которая вот ненавистна вам. Главное, что от этого страдает и сама работа, и то, что вы делаете, и вы сами. И по статистике 30% россиян ненавидят свою работу. А если вот вокруг посмотреть, как вот мы живем, то прям все 50%, мне кажется, ненавидят свою работу. Вот мы недавно были в Финляндии. Расскажу вам немножко. Там такие названия у них сложные. Их населенных пунктов. Например, мы жили в таком населенном пункте Пункахарьё. Так надо называть. Пункахарьё. Но очень трудно запомнить. И рядом был маленький городок Саванлинна. Кто-нибудь слышал о таком городке? Ну не слышали вы. Вообще вся Финляндия это 5 миллионов всего населения. 5 миллионов. Вся страна. Там очень маленькие городочки. Мало людей. Вот мы там гуляли. Ну вот прелесть, что за городок. Он вообще ничем не примечательен. Там есть только один большой средневековый замок. И там проходят очень известные мировые оперные фестивали. Вот один всего. И все. Остальное время город совершенно в каком-то таком сонном состоянии. Но там все красиво вокруг. Идешь, цветы, вот эти подстриженные газоны. Ну красота. Как будто кто-то... И на самом деле люди специально этим занимаются. И вот мы шли по городу. И там дорогу ремонтировали. Ну совершенно такая бытовая ситуация. Все так разрыто. Какая-то техника. И ходит такой мужчина в оранжевой жилетке. Но такой весь чистый. Такой какой-то он вот... Ну... Вот важный. Понимаете? Такой какой-то довольный собой. Он вот ходит. Не самая престижная работа. Правда? Можно укладывать дорогу. При этом вот так и видно, что вот он потом помоет руки, придет домой. У него дом вот чистый, красивый. У него какая-то достойная жизнь. И вот по нему это видно. Человек любит свою работу, любит себя. И вот уважает себя. И вот от этого, да? От этого как-то все вокруг них дышит какой-то вот ухоженностью, какой-то благостью. Не знаю. Приятно там находиться. Вот. А у нас как-то видно другое по нашему... по нашей стране, да? Вот по нашему тому, в чем мы живем. Мы как-то хорошо жить хотим, работать не хотим. Вот. Уважать себя не уважаем и работу свою, соответственно, тоже. И место, где мы живем, мы тоже, получается, не любим. То есть мы не понимаем одной важной вещи. То, что отношение к труду определяет вот это качество жизни. И у нас люди иногда ненавидят не только свою работу, а работу вообще. Есть такое? Вот эта принципиальная позиция. Я не люблю работу. Почему? Потому что всякий наемный труд считаю рабством. это тоже саморазрушительная позиция, которая ничего хорошего не несет. И есть два основных неправильных отношений к труду. Первое отношение неправильное преувеличивает значение труда. Это трудоголизм. И второе преуменьшает. это что? Это лень, конечно. Вот давайте разберемся в этих двух, как говорится, перегибов не туда. Во-первых, поговорим про трудоголиков. Дайте, пожалуйста, картинки. Что? Там есть хорошие... Вот зачем вы мне муравьев даете? Не надо муравьев. у трудоголиков есть тоже хорошие качества. Они целеустремленные, занятые, они очень такие... Ну, все время знают, что делать. У них хороший обычно уровень жизни и все так... все устроено, налажено. Но посмотрите, у трудоголиков по официальной статистике больше шансов спиться на 11%, чем у кого? Ну, чем, наверное, у лентяев, я думаю. Второе... Давайте дальше. На 40% чаще разводы. Это уже серьезно, правда? Спиваются то у нас и лентяи нормально, а вот разводы чаще у трудоголиков. Давайте дальше. В два раза увеличивается риск депрессии. Да? Дальше. Идем. И на 67% возрастает риск сердечных заболеваний. Библия, она не говорит, не упоминает такого слова трудоголики. У нее есть другое определение для таких людей. Это люди, которые озабочены наживой богатства. Я бы так назвала. И давайте снова обратимся к книге Притч. 23 глава, 4-й, 5-й стих. Я буду читать по переводу современному российского библейского общества. Не слишком, а вы можете смотреть свой синодальный перевод. Итак, притчи 23, 4-й, 5. Не слишком гонись за богатством, знай, когда остановишься. Только взглянешь на богатство, а его уже нет. Там у вас написано, оно сделает себе крылья и улетит. Так вот, про тех, кто очень сильно озабочен зарабатыванием денег, самое главное, что они, в принципе, это хорошо, ведь иметь работу, любимую, много работать и что? Иметь хороший доход, иметь всего достатки. Но у трудоголиков одна проблема, как говорит Библия, они не знают, когда остановиться. То есть вот уже всего полно, все есть, все хорошо, а ты все работаешь и работаешь на износ до того, что у тебя уже депрессия, до того, что... И что для нас важно, как для верующих, такие люди часто они пренебрегают Днем Господнем. То есть они, для них не существует вот этого, знаете, такого четкого принципа, что ты должен в воскресенье, например, быть в церкви. И казалось бы, ну, я же могу сам дома почитать Библию, да? Я могу... Я и так прекрасно без церкви обхожусь, ну, в крайности онлайн посмотрю, да? Все у меня нормально, я все нормально в верующем состоянии, но это же по большей части мы обманываем себя, потому что если человек перестает регулярно ходить в церковь, его духовная жизнь, она застопоривается, она начинает тормозить, и в ней нет такого должного развития, как вот она должна быть. Почему? Потому что нарушается великий закон, который Бог дал людям от сотворения мира. Шесть дней я работаю, седьмой день я должен остановиться, остановиться и просто вот прекратить свою привычную работу и даже думать о ней прекратить и направить все свое внимание, все свои мысли на духовную часть жизни, на поклонение, на общение с Богом, на слушание Слова Божьего. Где это лучше можно сделать, как не в церкви, я не знаю. Потом есть еще такая сторона у Дня Господня, как помощь нуждающимся, то есть за кого-то помолиться, навестить больного, кого-то благословить, кому-то может помочь по дому. То есть все это возможно только при условии, если ты остановишься в работе и все это мы должны делать интересно, что регулярно. Вот если так раз в год прийти в церковь, это мало, друзья мои. Бывают такие ситуации, когда человеку у него нет выбора, он вот нашел себе только такую работу, когда посменно, да, и смена выпадает на воскресенье. Тогда, конечно, ты идешь на работу, но в остальные воскресенья ты в церкви. Бывает же, что человек не связан с жесткой необходимостью, но он продолжает, тем не менее, все равно вот крутиться где-то на работе, никак не не может остановиться. Вот, то есть от этой работы в итоге страдают кто? И духовная жизнь, и семья страдает, и здоровье страдает, да, вот от такой безумной, неостановимой работы. А ради чего эти все жертвы приносятся? Ради богатства. В основном из-за этого. Но оно, как все в нашем мире, что непостоянно, да, и мы можем его легко потерять. Ну, в некоторых странах это вообще большая проблема. Например, в Китае, да, 600 тысяч китайцев ежегодно умирают от переутомления на работе. Японцы, если они чувствуют, что они так устали, уже не могут работать, у них профессиональное выгорание, они делают себе харакири. У нас что-то не слышно про это, такого массового, да, вот такого бедствия у нас нет. У нас какая другая национальная проблема? Да, вот мы так скромненько, ну, в общем, мы, в общем, мы такие немножко ленивые, правда? Вот давайте я вам прочитаю цитату нашего уважаемого классика Антона Павловича Чехова. Он пишет, природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум, дар мыслительства, но все это разбивается в прах, обеспеченность, лень и мечтательное легкомыслие. И я вам суверяю, из тех цитат, что я читала из классиков, это самая позитивная, мягкая цитата. То есть они просто не церемонятся там насчет наших русских качеств. Вот, но Чехов написал так, то есть лень может даже духовные какие-то вещи вот все разбить в прах. Ну, вы уже определились, вот к какому лагерю вы принадлежите. Вот кто из нас здесь в зале трудоголики? Поднимите руки. О-о-о-о, вот это да. Хорошо, кто лентяй? Ой-ой-ой, лентяев меньше, чем трудоголиков, вот не поверю никогда. Да? Как-то вы как-то немножко смазываете картину. Я верю, что у нас в церкви только трудолюбивые, да, прекрасные люди. На самом деле, ну, а чему еще учат церковь, да, столько лет? Вот, но на самом деле в обществе у нас достаточно лентяев тоже, да? Я рада, что здесь столько много людей, которые любят трудиться. И все-таки поговорим о лентяях, что о них Библия говорит, да? Вот сейчас дошла речь до муравьев. Притчи, шестая глава, шестой по одиннадцатый стих. То есть, если, например, человек-лентяй, он что должен делать? В лес идти сразу. Там муравьи. Благо, у нас их много. И посмотреть на них, да? Вот сейчас можно, пожалуйста, их здесь показать. О! И написано, пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как развойник. Вот посмотрите, муравьи, они недаром тут приведены в пример. А в принципе, можно вместо муравьев привести любое животное, в пример. В природе вообще нет лени. Есть такое животное, ленивец, но оно к делу не относится. То есть, как бы у ленивцев там свои задачи. У всех в природе есть свои задачи. И кто их, скажите, пожалуйста, вот заставляет? Ну кто там есть, кто над ними там с ремнем стоит? Нет, нету такого в природе. Они все рождаются, они знают откуда-то, к чему они вот предназначены. Правда? Все знают, не только птицы, животные, но даже клетки, клетки нашего тела. О, это особая тема вообще. Это просто чудо, как наши клетки там внутри все знают. Они с самого рождения получают задания и трудятся без устали до самой смерти. Не нашей смерти, а своей. Они умирают чаще. Клетка может даже совершить самоубийство, если чувствует, что она мешает как-то организму или она уже выработалась. вот такие вот это умные, да, у нас здесь малюсенькие, даже не знаю, как это назвать. Вот все в труде, все в движении, все, интересно, что знает, зачем оно здесь на земле, кроме человека. Вот человек, вот он как будто, знаете, иногда не знает. почему мы мыслящие существа, нам дан разум, почему именно у нас проблемы с тем, чтобы понять, вот где наше призвание. Потому что иногда у человека сбиты какие-то настройки из-за разных причин. Вот мы сейчас поговорим об этом. Или воспитание, или может какое-то принуждение извне, или какая-то жесткая необходимость. Но человек не всегда знает, вот что он должен делать. И в русской литературе есть такой прекрасный пример. Я думаю, вы мне его сами назовете. Такого классического ленивца. Вот это кто? Да, это Обломов. Давайте тоже картинку посмотрим. Обломов, вот он, для него каждое дело, если вы давно не читали этот национальный бестселлер, я вам напомню, он каждое дело воспринимал как мучение. Практическое или мысль, или чтение, или чувство, все для него было каким-то напрягом, каким-то мучением. Вот так вот он предпочел лечь вот так вот на диван, да? А давайте покажу вам современный аналог Обломова. Мы же не показали картинки? Давайте покажите, вот, да. еще один там есть у меня красавчик. Чем вам не Обломов, да? Так вот, как такие люди получаются, мне интересно. Причем, теперь давайте того первого как-то поприличней. Да нет, не этого, вот того, да, вот этого, классического. Давайте лучше так на классике остановимся. Есть в этом романе еще один персонаж. Кто вспомнит? Друг детства его. Штольц, да, Штольц, вот совершенная противоположность Обломова. Обломову классический трудоголик. Даже когда у них происходит диалог, то Обломов спрашивает его, для чего же мучиться-то весь век? И Штольц говорит, для самого труда, больше не для чего. Труд, образ, содержание, стихия и цель жизни. Вот так вот четко, недвусмысленно выражается Штольц. И мне просто интересно стало, как это два мальчика, которые росли в соседних деревнях, как они выросли настолько разными людьми. В общем-то, воспитывались они, вот воспитывались они на самом деле по-разному. Ну и в генах, конечно, дело. Штольц все-таки наполовину немец был. И вот в чем же воспитание? Обломов воспитывался, там было полное непонимание вообще детской психологии. То есть ему не давали шага шагнуть, его постоянно опекали, не давали никуда идти, куда он хочет, не давали ему делать, ничего не давали делать, все нужно было, чтобы кто-то сделал за него. Там были слуги, там были родители любящие, там были няни. Потом ему не давали учиться, в конце концов. Он нормально ничему учиться не мог, потому что взрослые, которые его окружали, они сами не видели в этом никакой нужды и ничем не интересовались. таким образом в нем, в этом мальчике была погашена вот эта природная природная любознательность и вот эта склонность к развитию какому-то, вот они задавили просто в нем это, тем, что не давали ему никакой инициативы. А Штольц наоборот, они его родители учили музыки, учили литературе, плюс к тому отец брал его на работу, то есть он практический труд осваивал, какие-то навыки, он мог пропадать из дома на день, на два, на целую неделю и родители не паниковали, они говорили ничего, мальчик учится самостоятельности. Представляете, у вас ребенок на неделю уже его дома нет, а ему там лет 10, может быть, 11. Ну тогда, конечно, была немножко другая жизнь, сейчас бы мы, да, уже очень сильно не то слово волновались, но он мог уехать с рыбаками, с охотниками и родители нормально, все, придет, мальчик придет, мальчик при деле. И вот мальчик вырос вот таким вот самостоятельным, увлеченным, активным, да, вот настолько важно, да, правильно понимать ребенка, понимать его вообще какие-то базовые стремления. Вот поговорим еще о детях. Я себя в пример приведу. В детстве вот что я любила? Я любила читать, учиться, работать в саду, заниматься музыкой, прибираться. То есть на мне была вся квартира трехкомнатная, я ее прибирала все время, маленькая еще была, и мыла окна, и все. Интересно, что меня никто не заставлял, потому что заставлять было в общем некому. Родителей-то все время дома не было. и я это делала все сама, вот я без преувеличения говорю, я в двух школах училась на отлично, и я это делала все с удовольствием. Я сама читала, сама, ну, в общем, вот даже странно, как такой хороший ребенок вообще мог быть, когда никто за ним не следил, никто никаких усилий, в общем, не прикладывал особых. вот сейчас, что я люблю сейчас? Вот уже вторая половина жизни у меня дойдет. Я люблю читать, учиться, заниматься музыкой, работать в саду, прибираться, готовить и заниматься с детьми. Вот почти то же самое, правда? Жизнь, можно сказать, прошла почти, а я все равно люблю эти вещи, потому что я люблю трудиться. Люблю трудиться, мне даже не важно материальное вознаграждение за мой труд. Это просто мое естественное состояние. И вот, как я тоже такая получилась? Ну, во-первых, гены. Две вещи, две причины вижу. Гены и воспитание. Гены, у меня папа очень трудолюбивый человек, он, его детство пришлось деревенское детство, пришлось на войну, и когда ему было 9 лет, он уже буквально тянул на себе все их хозяйство, а это был и двор, и скотина, и все прочее. В 9 лет ребенок просто заменял отца на всех этих хозяйственных работах. И я всю жизнь его видела в труде. А второе в моем детстве, что я вижу очень важное, это отсутствие принуждения. я просто делала то, что мне нравилось. Вот у нас были, знаете, тогда в моде сидеть в детских садиках на верандах, молодежные компании, называется сейчас тусоваться, они сидели и курили там, и почему-то меня никогда не тянуло вот в те компании. Я сама по собственной воле выбирала вот такую какую-то полезную деятельность, так? и не могу еще не рассказать об одной моей любимой школе, которую вообще я люблю больше всего, наверное, на свете. Я в этой школе, к сожалению, не училась, но читала о ней и восхищаюсь очень сильно этим педагогическим экспериментом. Это английская школа, она уже существует более 70 лет, называется Summer Hill. И основал ее гениальный педагог Александр Нил. Вы знаете, какой принцип там был главный? Это был принцип свободы, воспитания свободой. А эта школа была, заметьте, не для каких-то паянек, вот типа меня в детстве, это была школа для трудных детей. И что делали эти, ну вот этот вот директор сам и его штат, что они делали прежде всего? Когда ребенок попадал к ним, ему говорили, сейчас ты можешь выбирать, как тебе строить свою жизнь. Ты можешь ходить на уроки, а можешь вообще на них не ходить. Можешь ходить на те уроки, которые тебе нравятся. Ты можешь не прибираться в своей комнате, не мыться, не следить за собой и не быть вежливым со старшими. У ребенка, конечно, глаза на лоб, что за счастье свалилось на него, да? Первое время они просто на самом деле, они так разбалтывались окончательно, они переставали вообще ходить на уроки, потому что ненавидели школу все как один, они были грязными, они всем мешали, играли целый день, катались на велосипеде, грубили старшим, и потом вдруг каким-то удивительным образом это проходило. Вы знаете, вот ребенок вот это вот все делал, да? никто его не останавливал, и какая-то здоровая часть его натуры в конце концов брала верх. То есть, вот что Александр Нил в основе своей системы педагогической положил? Веру в то, что у человека, в частности у ребенка, есть вот это стремление к саморазвитию, оно заложено не нами, оно заложено самим Богом, и поэтому оно там всегда есть, и нужно только дать ему вот возможность раскрыться. Вы знаете, вот он говорил, Александр Нил, нет никакой лени, вообще ее нет. Вот, по крайней мере, я, говорит, никогда за 40 лет работы не видел ленивого ребенка лет так до 12. Если ребенок ленится, значит, он либо физически болен, либо ему просто неинтересно то, что вы заставляете его делать, понимаете? Это как раз относится к тому, что мы говорили, человек должен тоже вот что-то почувствовать внутри себя, как вот муравей, который, а что я должен делать, понимаете? Это нужно как-то ощутить внутри себя, там, где твои природные инстинкты, там, где глубина твоей личности. Но многие родители, к сожалению, они думают, что если ребенка как-то не пинать, не подталкивать, не вот ускорять этот процесс, не форсировать, там, не нервничать, ребенок вообще делать ничего не будет. Он будет просто балдеть, он будет просто бездельничать, и он будет вот в итоге ничего не научиться, ничему, не добьется в жизни и вообще пропадет. Вот такая вот вера у нас откуда-то, я думаю, из каких-то предыдущих поколений она. Но это неправда. Если ребенка оставить в покое, да, то он найдет себя, он выберет свою дорогу сам, причем верно. Понимаете, в каждом труде, в каждом образе жизни, в каждом образе какого-то труда есть свои негативные стороны. Правда? Ну вот чем бы вы ни занялись, всегда будут какие-то издержки, всегда будут какие-то проблемы, там личностные конфликты, недопонимания, вот все прочее. Но, друзья мои, важно, чтобы вы сами выбрали вот эти конфликты, вот эти проблемы, чтобы вот это был ваш выбор. То же самое у ребенка. Он хочет заниматься тем, чем он хочет заниматься. Если он хочет играть, пусть он играет. Проблема нашей цивилизации в том, что дети не успевают наиграться. Их толкают в школы, в школы развития, в школы раннего развития, на подкурсы, куда только их бедных не толкают. А они хотят играть. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Вот. И сейчас покажу одну фотографию вам своего сына. Вот. Покажите, пожалуйста. Вот. Это, я вам скажу, не постановочный кадр вообще. Это реально происходящее событие. Вот ребенок перетаскал кучу таких ведер с травой. Ну, естественно, он не сам он в смысле имеется в виду не один работал. Работали мы, а он нам помогал. Он с таким это делает энтузиазмом, с таким желанием, понимаете, он приходит ко мне во двор и говорит, мама, дай работу. И мне приходится выдумывать, естественно, ему по силам какую-то вот работу. И я удивляюсь бесконечно, потому что все наши три девочки, они не отличались склонностью вот к такому ручному труду. Например, Алиса в пять лет сказала своим твердым голосом, мама, записывай меня в музыкальную школу. Она была серьезная девушка всегда. Я поняла, нужно записывать. Понимаете, и это было вот ее призвание. Вот в этом детском желании было ее призвание. Женя хочет вот, пожалуйста, копать лопатой. Он говорит, я хочу землю пахать. Ну, ватюшки, да что, что такое? Что это вообще? Откуда это? А это, наши предки говорят, понимаете, гены там христианские. Но, тем не менее, я рада, что вот он счастлив в этом, понимаете, и слава Богу. Не собираюсь я его никуда толкать и как-то перестраивать. Мне нравится. И вот Александр Нильс говорил тоже, не Нильс, а Нил, Александр Нил говорил, что вот мы, говорит, в школе своей, да, лучше вырастим счастливого автослесаря, чем какого-нибудь ученого невротика. Вот подумайте, да, о своих детях, которых вы там музыканты толкаете еще куда-то. Они, может, хотят быть дворниками. Вот я в детстве хотела быть дворником и лесником. Два у меня было. Две профессии на рассмотрении. Вот. Но не стало ни тем, ни другим. Но на самом деле человек должен заниматься, чем он сам, да, хочет. Я вас убедила в этом? Скажите, аминь мне, если вам так кажется. Да. Вот. Молодежь сейчас, теперь поговорим не о детях, а о молодежи. Молодежь ориентирована на три вещи сейчас. Это успешность, соревновательность и богатство. Причем все эти три вещи не связаны у них с особым трудом. Вот помните, у нас говорили успех, это 90% труда, да, и 10% таланта. Ну, это были наши еще ценности. А вот молодежь, она считает, не, это вы нас не проведете на этом. Это ваши родительские там вот эти, нравоучения. На самом деле есть более легкие способы заработать. Те же там блоги, интернет и все прочее. Вот вся вот эта вот. И как-то ценность труда для них, она немножко снижена. Кроме того, все время им рассказывают какие-то истории звездных успехов. Вот весь интернет наполнен, знаете, какими-то крайними случаями вот успеха. И поэтому это воспринимается как норма, а какой-то простой, добросовестный такой труд неприметный, это, как они говорят, ну, отстой уже небольшой, да. Вот недавно на Евровидении по исполнителям классической музыки победил наш российский пианист впервые за 24 года Иван Бессонов. Да. Слышали о таком? Вот. Как бы это такая громкая новость. Вот давайте я тоже. Вот он стоит с призом, да, и вот читаешь в интернете его биографию такую звездную, как вот он то, и он все, и он еще композитор, и он музыку пишет. и почему-то никто не пишет там о тысячах часов монотонного и просто вот труда, вы понимаете, который вложен этим мальчиком вот в свой успех. Не только вот эти ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, гаммы вот эти, да, а еще и выступления в разных, и гастроли, вот мы его сами лично видели в нашей филармонии пару лет назад. То есть он ездит, он, он, это же нервный ресурс, это для ребенка тяжело, он еще учится в школе, просто у него есть еще общеобразовательные предметы. Это огромный труд. Плюс к тому, это способности, друзья мои. Вот есть такая вещь, как сверхспособности, и от этого никуда не денешься. Вот у этого мальчика, который реально уже и там музыку к фильму написал, и очень много у него там всяких, да, вот этих вот музыкальных достижений, он просто обладает, ну, огромными способностями. И в его случае это сверхспособности, помноженные на сверхтруд. Кто готов вот сверхтруд вложить в свое дело? Да немногие готовы. Понимаете? А успеха хочется всем. И кажется, что вот ладно, ну не у всех такие способности, и никогда не будут такие у всех, да, вот. Ну а если человек со средними способностями, да, вкладывает вот в свое дело много труда, он добьется таких результатов? нет, потому что способности они в данном случае определяют, понимаете? Среди пианистов, это, кстати, одна из самых трудолюбивых профессий на земле, среди пианистов очень много трудолюбивых людей, но, однако, когда вот уже речь идет о таких вот топовых, да, каких-то соревнованиях, там все-таки вот где-то нужны уже способности, вот. Но ведь это ни о чем не говорит, друзья мои. Но если человек не добивается звездных результатов, но он вкладывает вот в свой труд, он полностью себя отдает, и он испытывает от этого радость, это и есть успех, я считаю, понимаете? это очень вредная тенденция, что мы ориентируем молодежь вот на звездность на какую-то, на вот эти вот громкие там награды какие-то. Зачем? Вот как Александр Нил говорил, успех это радостно работать и уверенно жить. Вот я считаю, это прекрасный вообще критерий для того, чтобы строить. Радостно работай и уверенно живи. И тебе не нужно, чтобы все знали твое имя, чтобы оно было там на слуху у всех. А то получается, знаете, что они как бы кто вот работает, но не достигает чего-то такого, они вот чувствуют себя какими-то обесцененными, вот их труд как будто обесценивается. Я считаю, мое глубокое убеждение, что нет никакого стыдного труда. Я всегда детям своим говорила, стыдно, девочки, только воровать и торговать своим делом. Все остальное не стыдно. Кем бы вы не работали в жизни, я вас буду уважать. Я только вот лентяев тоже не люблю. То есть работайте вот там, где вам нравится. Без всяких, вот знаете, престижный труд, непрестижный. Нет такого понятия. это все культурные уже заморочки нашего общества. Итак, давайте подведем итоги. Кто же все-таки лучше? Трудоголики или лентяи? Кто? Трудоголики лучше, да? Они вам больше понравились. Ну, там свои есть издержки, да, как вы видели. И вот давайте, кто нас рассудит в итоге? Конечно, Слово Божье. И давайте посмотрим сейчас в книгу Экклезиаста. Вторая глава с 18 по 26 стих. Это большой такой отрывок Писания, но он настолько важен, что я его прочитаю. Экклезиаст пишет. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек и трудится мудро, с знанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. И вот 24 стих я хочу прочитать по современному переводу, там более понятно. Не в том ли благо для человека, чтобы ел он и пил, и позволял душе своей изведать счастье в трудах. И понял я, что это дарует рука Бога. Так, сейчас. Потому что все дни... И что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью он не знает покоя. И это суета. И вот тут как раз 24 стих. И увидел я, что это дает рука Божья. Дальше. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. И это суета и томление духа. Или как современный перевод говорит погоня за ветром. Вот еще одна причина здесь названа ненавидеть труд. Это тщетность труда. Во-первых, мы никогда не знаем вот на самом деле, что получится, когда мы начинаем. Можно все продумать, все рассчитать, принять самые мудрые решения, самые взвешенные какие-то шаги предпринять. но что-то пойдет обязательно не так, и вот мы не получим те результаты, на которых рассчитывали, правда? А наследство наше тут совсем уже все нехорошо, потому что вы никогда не можете знать, как распорядятся вашим трудом наследники. И в этом, вот Экклезиаст говорит, есть такая горькая несправедливость. Даже Соломон, он сам так и получилось все в его жизни. Он передал своему сыну Равааму блестящее такое могучее царство. Тот все развалил и как бы все труды пошли прахом. Поэтому что мы должны делать в итоге? Мы должны понять, что на этой земле весь ход вещей направляется не нашим трудом и не нашими делами. Это как мы раньше пели песню «Мы наш, мы новый мир построим». Так вот, ерунда все это. Потому что здесь, на этой земле, все направляется замыслом Божьим. Вот как Бог задумал, как он все это решил, так все и будет. И мы что должны делать в итоге? Исполнять свое предназначение, найти себе труд, который по сердцу нам, и делать его с радостью. также самое главное, о чем мы должны заботиться, быть добрыми перед Богом. То есть делать добро и его благодарить, на него надеяться в вопросах нашей работы, нашего труда. Вот это мы и должны делать. Слава Богу за то, что все в руке Божьей. Правда? Не говорится здесь также о том, чтобы мы на самом деле зарабатывали много. Вообще в этой жизни все вот так вот, как на качелях. Сегодня есть успех, завтра нет успеха. Сегодня начальник тебе благоволит, завтра тебя уволили. Сегодня много денег, завтра мало. То есть какая-то постоянная болтанка идет, но при этом мы не должны от этого сильно зависеть. не надо из-за этого волноваться. Это всегда было и всегда будет. А вот то, что на самом деле важно, это именно уповать в этом всем на Бога. И также не надо заботиться о размерах ваших доходов. Вот об этом Библия говорит четко. Можно очень много скопить и так и умереть, не получив никакой от этого радости. Можно, однако, в малом быть счастливым и довольным. И что я хочу еще сказать, я скоро уже закончу, я хочу сказать о труде пастора. Вот мы как-то мало об этом говорим, да, и мало думаем вообще об этом. Мы как-то привыкаем, знаете, к людям, которые тут стоят перед нами каждое воскресенье. Наши пасторы, да, или те, кто, ну, проповедники. В основном мы, конечно, пастора видим. Ну, стоят и стоят, проповедуют, все хорошо, да, красивые, радостные всегда. Ну, и как-то, знаете, мало кто думает о том, что у них есть свои сложности. И вот провели одно исследование по всему миру, да, о положении пасторов и служителей. И вот, знаете, какая картина нарисовалась? Я вам сейчас скажу. Это только маленькие выдержки из этого исследования. Так вот, смотрите, 1500 пасторов и служителей ежемесячно оставляют свое служение из-за морального падения или духовного сгорания. В общем-то, это и есть то же самое профессиональное выгорание, о чем мы говорили. 50% пасторских браков заканчиваются разводом. 80% служителей чувствуют себя непригодными и разочарованными в своей роли служителей. И так далее. Там идут всякие-всякие проценты, потом еще все в каком-то таком неутешительном варианте. Вплоть до того, что 90% служителей они как бы думали все, что будет все не так. То есть они представляли себе служение по-другому. Почему? Вот какая есть причина-то тут? Причин, конечно, как всегда много. Я 27 лет находясь рядом со своим мужем и зная очень многих лично пасторов других, я, конечно, не понаслышке знаю о специфике вот труда такого, который несет пастор. Я вам скажу, в первую очередь это то, что эта деятельность, она не то, что работа с 8 до 5, понимаете? Вот ты отработал, ушел с такой. Это деятельность, которая берет всю твою жизнь. Это именно вот призвание, которое ну просто берет тебя целиком. И такие люди, они находятся постоянно под давлением. Я помню, как Артур Симонян говорил, 10 тысяч церков, все мне завидуют. О, какая церковь, знали бы вы, какая это ноша. То есть я, говорит, вообще себе не принадлежу, я не могу найти время иногда на жену, на детей. Вот это 50 процентов разводов, пасторских браков. То есть ну это реально тяжело. Чем больше церковь, тем больше груз, который ты несешь. И вот это давление, которое на пасторов, оно бывает, оно из духовного мира есть. То есть они испытывают духовное давление и они испытывают давление от людей. Это или давление со стороны общества, или давление со стороны самой церкви. А бывает и то, и другое. И вот понимаете, жить постоянно в этом прессинге достаточно тяжело. Кроме того, если вы посмотрите первое послание Тимофею, я тут специально выписала, что должен пастор. Вот тут вот есть у него конкретные такие наставления. Пастор должен быть воином, чтобы воевать в духовном мире. Он должен быть образцом для людей. Вот посмотрите, для людей в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Потом, он должен иметь образцовую семейную жизнь. Ну, задумайтесь, вот, как тяжело быть долго образцом для кого-то, да, даже не долго, просто вот тяжело. А такие люди должны всю жизнь быть образцом. Потом, пастор должен развивать свои дарования, он должен любить людей и в них не разочаровываться. А вы знаете, что на пастора устремляется вот агрессия людей, пассивная и непассивная. Все на него идет, и очень часто он сталкивается именно с раздраженными, недовольными, разгневанными людьми. Это одна из причин, почему пасторы оставляют иногда даже свое служение. И вот во всем этом он должен таки не разочароваться в людях. и самое главное, пастор должен хранить внутри себя веру, понимаете, в то, что он говорит. А это тоже требует определенных усилий. Это значит, он должен иметь общение с Богом и развиваться в этом всем. То есть, человек не может говорить, знаете, как попугай, а внутри себя этого не иметь. Кстати, этот внутренний конфликт часто переживают пасторы. Вот, например, недавно был такой трагический случай, когда в Калифорнии один пастор просто закончил жизнь самоубийством. И когда мы смотрели фотографию, читали о нем, было совершенно непонятно, почему. Потому что ему было 30 лет, он был молодой, красивый, у него была красавица-жена и три маленьких сына. Я вам не говорю выдуманную историю, это случилось. вот буквально в этом месяце все просто ахнули, понимаете, это, ну, как-то присмотрелись к этой проблеме, то, что вот такие, у него была церковь растущая, такая живая, и жена его написала потом, он не мог выбраться из депрессии. Кто об этом знал и кто, как говорится, ему помог? Никто. Потому что пасторы, еще раз вам говорю, они, ну, не выносят свои вот эти переживания на общее обозрение. Ну, я вас хочу успокоить немножко. Наш пастор, он не собирается ничего такого делать. Все вздохнули с облегчением. На самом деле, у него, конечно, бывают разные настроения, он ведь тоже человек, он даже на последней проповеди сказал, я тоже человек. человек, но никогда за все эти годы у него не было мысли, на самом деле, оставить служение, и он любит людей, он продолжает любить людей, и поэтому ему не в тягость вот заботиться о всех вас. Но, конечно, он, как и любой представитель вот этой сложной профессии, нуждается в поддержке и в каком-то понимании о том, какой груз он несет. И я благодарю всех, кто молится за него и кто вообще оказывает нам всякую роднообразную поддержку. Спасибо вам большое. Просто вот хотела сказать о том, что, ну, вот об этих людях, которые служат нам постоянно. Вот у нас же не только наш пастор служит, да, приезжают также из дочерних церквей и разные люди. Вот они все нуждаются ну, в каком-то с нашей стороны поддержке и ободрении и понимании. И закончить я хочу двумя местами из Священного Писания, которые я просто не могу не прочитать сегодня. И эти места Писания касаются не только пастора и его духовного труда, но и каждого из нас. И посмотрите, пожалуйста, это первое место Евреям, 6 глава, 10-12 стих. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде, в надежде на спасение, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. И второе сразу место прочитаю из 1 Коринфянам, 15-58. Итак, братья мои возлюбленные и сестры, конечно, тоже, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Вот, наконец, мы дошли до такого труда, который Библия называет труд любви, да, и за него не платят деньги, он не дает точно совершенно никаких наград, и это вообще может даже не престижно, это труд любви, то, что мы каждый день делаем для своих братьев и сестер, для своих семей, да, и вот именно этот труд, самый, казалось бы, скромный, незаметный, он именно назван не тщетным, вот весь остальной труд тщетный, вот это собирание богатства, деньги, какие-то недвижимость, все может пойти прахом в любой момент, но не это, вот это Бог не забудет, вот это где-то у Бога складывается в копилочку, и, в общем-то, за все, видимо, когда-то воздастся, награду мы будем иметь за это, кроме того, если мы в детей наш труд любви вкладываем, вот этот вот часто неблагодарный, утомительный труд, это все еще взойдет все эти посевы в следующих поколениях, да, то есть даже здесь, в земной жизни, это крайне важно, я не устаю повторять, что родители для детей имеют такое колоссальное значение, мы сегодня видели на некоторых примерах, что если бы они знали это, если бы, они, конечно, знают это, но осознавали по-настоящему, то они больше, внимательнее, больше труда вкладывали и внимательнее относились к воспитанию, да, как к процессу, и тогда бы они имели больше от этого результатов. поэтому будем, дорогие мои братья-сестры, вот не только вкладывать в то, что нас удовлетворит потом физически, да, в труд, за который платят деньги, там, с вознаграждением, звание, какой-то престиж в обществе, но то, вот во что Бог призывает нас вкладывать, в труд, который просто от сердца к сердцу, просто из любви. И я вам скажу последнее, что у человека для счастья нужно две вещи, это расти и отдавать, расти и отдавать. И обе эти вещи, вот вы подумайте, на самом деле, великая мудрость в этих словах, потому что, ну что еще нам надо для счастья? Вот обе эти вещи невозможно делать лежа на диване. вот для этих двух вещей нужно трудиться. И причем не просто трудиться, а вкладывать в свой труд, вкладывать в свой труд свое сердце и любовь. И вот на этом бы я хотела закончить. Давайте будем молиться, да, закроем наши глаза и помолимся сейчас во всех этих вещах. Если у вас труд, который вы не любите, который вы просто вот каждое утро содрогаетесь о том, что вам снова идти на работу, задумайтесь об этом. Человек не должен быть в таком положении. Помолитесь об этом. Или пусть Бог вам даст увидеть все-таки в чем хорошая сторона этого труда. Или он вам поможет найти другую работу. Труд, чтобы он удовлетворял, должен быть на благо кому-то. Давайте помолимся, чтобы наш труд всегда был на благо, да? Господь, слава тебе, Боже. Мы приходим к тебе, Господь. Мы приходим к тебе сейчас со своими, Боже, нуждами, со своими, Господь, благодарностями, со всем, что у нас есть. Мы молимся, Господь, об этих вещах, о которых сегодня мы говорили, о которых ты побудил меня сказать церкви, о том, что важная часть нашей жизни, она проходит в труде. И мы просим тебя, Господь, мы просим тебя, Боже, чтобы этот труд, он был на благо. То, что мы трудимся, то, что мы добросовестно что-то делаем, Господь. Мы хотим, чтобы он был, на самом деле, по сердцу нам. И чтобы он был вот людям на пользу. Или кому-то на пользу. Господи, благодарим Тебя также, что Ты даешь нам силы трудиться, Боже, зарабатывать деньги. И также даешь нам силы обеспечивать себя, наших детей, и уделять нуждающимся. Господи, мы хотим, чтобы вот это наше бодрое состояние и любовь к труду продлились как можно дольше, чтобы мы могли больше пользы принести здесь, на этой земле, Господь, своим трудом. Халилюя. Господи, я прошу Тебя за всех людей, которые в трудном положении с работой. Они или не могут ее найти, или они не удовлетворены своей нынешней работой. Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть они, Боже, не отчаиваются, но уповают на Тебя, и Ты дашь в свое время, Господи. И я прошу Тебя также за тех, кто, у кого есть мечта, у кого есть, Господь, какая-то цель, которую Он поставил себе, и она прекрасна для Него, она вожделенна, Ему хочется вот этого добиться. Пусть Он не ленится, вкладывает в себя в это. Пусть Он, Господь, просто отдает столько, сколько у Него есть, и Ты сам Ему дашь по Его способностям и награду, и труд, и работу. Халилюя, Господь, и вкушать плоды от этой работы, и радоваться ей. Халилюя. И я, Господь, прошу Тебя также, чтобы мы не уставали, Боже, от того, что Ты называешь трудом любви, чтобы не казалось это каким-то делом, которое не стоит ничего, которое ничего не приносит, которое просто уже как-то надоело, и оно такое неважное. Боже, покажи нам, что это важно. Покажи нам, Господь, что это может быть одно и важно, то, что мы делаем, на самом деле, не из желания заработать, а из любви. Боже, халилюя, слава Тебе, Господь. Покажи нам правильное отношение к этому важному, важной части нашей жизни. Халилюя, да будет Тебе вся хвала и слава, Господь. Пусть мы сегодня просто получили это все от Твоего Слова, Господь, и мы хотим, на самом деле, расти в этом. Мы хотим расти в своей жизни, в своем труде, в своем призвании. Мы хотим не просто как-то статично стоять на месте, но постоянно в чем-то расти, прикладывая вот этот труд, прикладывая свои усилия, прикладывая свой энтузиазм. Халилюя, Господь, дай нам расти и дай нам отдавать как можно больше, не жалея, не экономя, не оставляя все это как-то для себя. Отдавать, и в этом мы будем счастливы. И в этом просто будет главное для нас радость. Да будет Тебе вся слава, Господь, и хвала. Спасибо Тебе за Твою мудрость, спасибо Тебе за Твое слово, которым Ты нас наставляешь, которым Ты нас укрепляешь, которым Ты нас поддерживаешь. Халилюя, вся Тебе слава, и хвала. Тебе